В эфире первого городского новости в ближайшие минуты о главных событиях этого понедельника в студии Ирина Михайлюк. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В первую очередь ФОКО на севере Реутова планируют сдать в конце года. Что осталось сделать, расскажем. Мы держим в руках камень, которому 4,5 миллиарда лет. Реутовчанам показали метеориты, рассказали о лунных кратерах и провели дегустацию космического питания. В городе прошла ночь уличной астрономии. Это не просто фестиваль цветов. Это такой, знаете, культурный фестиваль. Культурный фестиваль цветов в подмосковной Истре. 21 тысяч растений, почти полсотни участников и реутовчане, которые произвели фурор. Покажем, как это было. Тепло вернется и лето продолжится. Представим прогноз погоды на неделю. Первую очередь физкультурно-оздоровительного комплекса в северной части города планируют сдать к концу года. Такие сроки строителям установили еще зимой. Этот ФОКО будет самым большим спорт-объектом Реутова. Здесь разместятся, например, бассейны и больше десятка спортивных залов. Один из них, кстати, рассчитан почти на тысячу человек. Уже возведены внутренние перегородки и проведены сварочные работы. Что предстоит сделать и каким будет новый ФОКО, знал наш спортивный обозреватель Владислав Момот. Активизировать работу на спорткомплексе. Такой общий лейтмотив выездного совещания. Исполняющего обязанности главы и реутова Станислава Катрова интересует прежде всего, что сделано и что будет в ближайшее время. Там входная группа заливает бетон. Строительство нового дворца спорта началось в прошлом году. Его возводят в рамках масштабной реконструкции стадиона «Старт». Сейчас на объекте работает более 30 рабочих. Выполнен большой объем работ. На кровле делают пароизоляцию. Каменщики делают внутренние перегородки на первом этаже. И благоустройство делаем. Поступление материала будет зависеть от количества людей. Материалы будем добавлять людей. Новый спорткомплекс даст настоящий прорыв в развитии детско-юношеского спорта в северной части Реутова. Здесь разместят бассейны и несколько спортзалов. Вот один из них универсальный за моей спиной. Он рассчитан на тысячу человек. Откроются новые секции. Первый этап строительства завершат к Новому году. Это кровля и внешний фасад. Для этого необходимо все внешние и внутренние работы завершить. Значит, ориентировочный срок закупки фасада – это сентябрь месяц. И, соответственно, чтобы мы монтаж теплового контура до холодов завершили. Чтобы дальше можно было внутренние работы проводить на замкнутом тепловом контуре. Завершить строительство нового спорткомплекса планируют уже в будущем году. Общая стоимость строительства – 800 миллионов рублей. Причем эти деньги не из городской казны, а в рамках инвестиционного проекта. Владислав Момыц, Сергей Сомов для РТВ. Продолжаем говорить о спорте. В центре внимания бегуны, точнее, удобство проведения их тренировок. Для спортсменов в Реутове установили первую в области стелу «Адидас Раннерс». Располагается она в центральном городском парке. На юге работает автономно от солнечной батареи. А по вечерам включается подсветка. Внутри установлен кулер с чистой водой и инвентарь для тренировок. А снаружи есть расписание тренировок и новостей бегового клуба «Адидас Раннерс». Тренировки бесплатные для всех желающих. Единственный момент – нужно обязательно зарегистрироваться на сайте «Адидас», записаться на эту тренировку. Но если вдруг вы не успеете этого сделать, тут тоже нет ничего страшного. Вы подходите ко времени начала тренировки, знакомитесь с тренером, и она запишет вас в свой список. Добавлю, что филиал бегового клуба открылся в Реутове всего несколько месяцев назад. Но в нем уже занимаются десятки спортсменов. Бесплатные тренировки проходят в среду в 19.30 и в субботу в 11 утра. Формула кино на Лубянке покажет блокбастер «Человек-паук. Возвращение домой». Однако новость не в этом. А в том, что показ будет бесплатным и инклюзивным, то есть доступным для людей с инвалидностью. Колясочникам и людям с ограничениями по зрению и слуху будет одинаково комфортно в зрительном зале. Для их удобства картина будет сопровождаться субтитрами и тифлокомментариями. Начало сеанса в 19.00. Адрес – театральный проезд 5.1. Это здание Центрального детского мира. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте. Доступное кино.формулакино.ру Отмечу возрастные ограничения 16+. Растущую Луну, планету Сатурн и созвездия на расстоянии вытянутой руки наблюдали риутовчане. А еще им показали настоящие метеориты, прочитали лекции, провели астрономические экскурсии и представили космическую еду. И все это в рамках ночи уличной астрономии. Она прошла в парке «Фабричный пруд». Корреспондент РТВ Ксения Казакова взяла на заметку самое интересное. Ночь уличной астрономии в Реутове началась задолго до темноты. Около 7 вечера открылась первая площадка. О своих находках в метеоритах рассказывал поисковик-энтузиаст Тимур Кричко. Вот это другой иранский, он уже распилен. Такая же структура, немножко отличается, но близкая. Разные структуры – результат один. Все метеориты, которые нашел Кричко в иранских, чилийских и египетских экспедициях, изучают в НАСА. Реутовчанам поисковик показал и шлифы. Это такие тонкие срезы. На первый взгляд ничего особенного. А вот под микроскопом красота неземная. Как будто разом засверкали все бриллианты. Они полностью отличны от земных пород. Их нельзя ни с чем спутать. Именно вот эти обыкновенные хондриты. Это первичное вещество, из которого сформировалась и Земля изначально, и все остальные планеты. Там нет ни воды, ни растительности, ни кислот. И эта порода никак не меняется. Вот уникальность в том, что мы держим в руках камень, которому 4,5 миллиарда лет, он никак не менялся за это время. Вторая площадка – настоящий планетарий. В него, кстати, выстроилась целая очередь. Реутовчан ждали мини-экскурсии по звездному небу и рассказ о созвездиях. Рядом еще одна площадка. Это не виртуальная. С настоящей космической едой. Такое питание – эксклюзив. Производится по рецептуре с 1978 года. В меню – 10 неименований. Это первые блюда – борщ, суп гороховый, крем-суп грибной. Вторые блюда – это мясо с гречкой, мясное пюре, картофельное пюре с курицей, десерты – каши, творог и компот. Все считают, что это как детское питание – перетертое вот такое. На самом деле состав фракционный. То есть там маленькие кусочки и есть, что пожевать. О том, что пожевать, реутовчанам больше не рассказывали, зато показывали, например, нарастающую луну. Видеть ее все могли на расстоянии буквально вытянутой руки. На фабричном пруду специально для этого установили телескопы. Очень хорошо видны кратеры, видны моря. На терминаторе – это линия, которая разделяет освещенную сторону луны и темную сторону луны. Там всегда очень красиво. Там тени, оббрасываемые горами, кратерами, центральные горки в кратерах. Рассмотреть всю красоту звездного неба в Реутове планируют не раз. Главное, чтобы ночь была ясная. А уже в августе в парке «Фабричный пруд» также тщательно будут изучать воду. Здесь пройдет ночь водных фонариков. Ксения Казакова, Сергей Сомов для РТВ. А в подмосковной Истрии звезды не рассматривали. Там все внимание было приковано к 21 тысяче различных цветов и растений. Точнее, композициям из них. В рамках 15-го фестиваля «Цветы Подмосковья», который собрал около полусотни участников, в жюри выбирала лучшие флористические произведения на тему «Чеховская истра». Русский писатель долгое время жил и работал здесь. В «Мире цветов» побывала Дарья Макаровская. И сейчас поделится с нами впечатлениями. «Вот проводим поезд и пойдем домой», – сказал Саша Зеварь. «Как же нам с тобой хорошо живет, Саша не верится». Здесь Чехова можно не только услышать, но и увидеть. Фестиваль «Цветов» не обошелся без всем известных героев. Здесь три сестры, Каштанка и даже Иван Громов из палаты номер 6. В парке и Антон Палыч. И у каждого он свой. Может быть, звучит странно, но Чайковский говорил, что слышит музыку в произведениях Чехова, а Чехов говорил, что видит драматурги в произведениях Чайковского. Своё видение произведений писателя представляли ландшафтные дизайнеры. Полёту их фантазии здесь не было предела. Вишнёвый сад, например, они превратили в яблоневый, а спилые плоды разместили на кленовых ветках. Ивантеевские озеленители использовали для своей композиции деревья, поваленные ураганом. Ахимки представили на фестивале огромное цветочное сердце. Друговечность материала обязательно. Я делаю упор на кустарников, я делаю упор на материали, который хорошо используется в городе. Безуходный материал. Ну, конечно, несовершенно, это невозможно сделать безуходную пломбу, но она должна быть минимизированная. Вне конкурса члены жюри отметили работу риутовчан. Трое сотрудников городского предприятия благоустройства и озеленения на свои деньги создали необыкновенный цветник. Чайка, она не была живая. Если вы обратите внимание, тонкая чайка, именно, она сломанная, сломанные крылья. Почему? В произведении было написано, что девушка, живущая у озера, она убила чайку жестоким образом. Катки из настоящего дуба, лавочки, украшенные уральской яшмой, фонтан и водопад, увенчаны чеховской чайкой. Проект не оставил равнодушным никого, а истринские власти дизайн-макет и вовсе выкупили, чтобы оставить работу риутовских мастеров в своем городе. Это самая высокая оценка, уверен автор проекта Владислав Цветков. Мы собирали отзывы, чтобы показать нашему главе города, что мы можем, что мы хотим, что мы хотим развиваться, что наш город в следующем году, если нам дадут ход, будет на первом месте. Фестиваль «Выстреб» проходил три дня. В нем участвовали коллективы из 42 подмосковных городов. Среди посетителей больше 30 тысяч жителей и гостей области. Это удивительно, но мне кажется, это не просто фестиваль цветов. Это такой, знаете, такой культурный фестиваль, потому что мы обошли все площадки и на каждой площадке благоустроители говорили нам, что они в рамках фестиваля вынуждены были вновь вернуться к творчеству Антона Павловича, перечитать какие-то его знаменитые рассказы. Вернуться к творчеству Чехова, воплощенному в цветочных композициях, в Истринском парке можно еще целый месяц. Все работы конкурсантов остаются здесь. Жаркая погода после сегодняшнего небольшого перерыва вновь вернется в Реутов. Уже во вторник будет солнечно, но небольшие дожди синоптики не исключают. К счастью, они будут кратковременными и настроение испортить не успеют. В общем, лето продолжается. Итак, теперь подробности. По данным центра ФОБОС, завтра утром в городе солнечно и плюс 19 днем температура воздуха поднимется до плюс 25. И вот с 12 часов возможны дожди. Не забудьте взять зонт. К вечеру небо прояснится, но осадки тоже не исключены. Температура на градус прохладнее. Ночью ясно и вновь плюс 19. Ветер западный с переходом на северо-западный. 3-5 метров в секунду. Ну что ж, таким был понедельник. По версии службы информации городского телеканала к выпуску новостей вы можете вернуться на нашем официальном сайте www.reutovmedia.ru В соцсетях и на канале РТВ в Ютьюбе. А я с вами прощаюсь. В студии была Ирина Михайлюк. До встречи в 21.30.